Итак, у нас в гостях Константин Золотаревский, глава офиса штаб-квартиры Международной комиссии по правам человека, который знает практически все о сербских тетниках, наемниках из Сербии, которые сейчас воюют в Украине на стороне так называемой ДНР. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Мы отслеживали всех, почти всех граждан, которые появлялись на территории ДНР и фиксировали эти факты. Просто явление тетников и сербов на территории Украины, оно оказалось максимально самым массовым. То есть из иностранцев больше всего сербов? Больше всего сербов, но не только тетников, но и просто сербов. Поэтому оно заслуживает отдельного внимания, рассмотрения. И, в общем-то, тут, скажем так, даже, может быть, немножко нужно зайти в исторический экскурс возникновения тетничества. Откуда оно возникло? Давайте попробуем. Давайте расскажем тем зрителям, кто не знает ничего о тетничестве. Тетническая деятельность возникла в XIX веке как национально-освободительное движение сербов против Османской империи. То есть тетничество – это, фактически, партизанская война, ну, как способ ведения боевых действий против оккупационных войск. В принципе, тетническое движение, оно в разные времена принимало разные формы. Это, как бы, начиная в XIX веке с борьбы с Османской империей. В Балканских войнах 12-13 года это были тоже, как бы, партизанские отряды, которые воевали с Османской империей. И в Королевской Югославии это были, как бы, такие националистические монархические группы. В 1994-1995 году тетники – это боевые формирования, которые участвовали в боевых действиях в Хорватии и в Боснии, и в Герцеговине. И в настоящее время, в общем-то, тетники, представь, называют себя сторонники, как сербского националиста, войскного шейшеля. И, как бы, в Сербии на сегодняшний день осталось одно такое движение, единственное движение тетников – это равногородское тетническое движение. Ну, вот какой факт, остался, скажем так, без внимания, что это в 1753 году на территории Луганской области по решению Елизаветы II было организовано Новосербия. Туда были переселены сербы, это где-то 26 тысяч душ населения, где-то было 122 поселения. Аналогичный сербский анклав был образован годом раньше на территории современного Кировограда. А в Луганской, в Донецкой области это как раз зона Бахмут и речек Донецк и Донецк, и Мулгань. Это как раз самый центр сепаратизма, который на сегодняшний день… Город Славяно-Сербск, наверное, свое название. Да, да, да. То есть и сербы там имеют свои интересы, они тоже хотят какую-то сербскую республику? Да, мы сейчас к этому подойдем, потому что это есть вот отдельные факты, которые, к сожалению, наша дипломатия немножко пропустила, упустила из виду. Потому что, в принципе, этот анклав сербский, он перестан существовать в 1764 году, когда решением Екатерины была образована такая новоросская губерния. И сербия, это было в период, когда была, скажем так, борьба с казачеством, аннулировано гетманство и так далее. И была образована Новороссия, в которую вошла сербия. То есть это в прошлом году, 13 апреля, указ, 250 лет, как законченность в Украине, вот это эксперимент по Новой Сербии. Ну, в память об этом, конечно, говорили, остались. Это вот в Луганской области каменный брод Суботи, в честь города Суботица в Сербии, Панчево, город, это Панчево в Сербии, Словино-Сербск и так далее. Ну, также можно отметить, что вот в 1770 году был сформирован сербский полк, бахмутский. В свое время в этом сербском полку служил и Лермонтов. И вот оттуда возник образ Вутетича, сербского офицера, в его рассказах о фаталистах. Поэтому эта история имеет продолжение сегодня. То есть Украина столкнулась с явлением тщетников. И в настоящее время, как бы, не позиционирует свое участие в этой войне в Украине, как в российско-сербскую, значит, дружбу и защиту сербского народа, который проживает на территории Украины. То бишь напрямую, как бы, вопрос ставится территориальных претензий определенных сербских групп. Я прошу прощения, а разве до сих пор сохранились места, где сербы на территории, там, Луганской или Донецкой областей живут компактно? Нет, они уже давно ассимилировались, после 1764 года, когда были аннулированы эти анклавы, именно как сербские. Они уже приобрели быт, язык, украинский, то есть остались вот эти названия городов. Но Вы считаете, что, тем не менее, сербы считают эти территории своими землями? Да, потому что ультра-националистическая пресса поднимала эти вопросы, и под этой эгидой привлекаются боевики для участия в АТО со стороны Сербии. В частности, как раз в день прекращения издания указа Екатерины, это было на 13 апреля 2014 года, что глава сербской диаспоры в Москве профессор Божидар Митрович обратился тогда к заместителю премьер-министра, а ныне премьер-министр Александр Бутич, в котором призвал восстановить, признать, что нелегитимность ликвидации сербских анклавов на территории Украины и обеспечить переселение в эти анклавы сербов из сербской краины. Это сейчас, оно находится в составе Хорватии. То есть тут возникло... А в чем смысл? Почему они Хорватию, они отказываются, получается, от той земли, на которой они тоже претендовали, за которую воевали, чтобы поехать непонятно куда в Донбасс селиться? В Луганской области? В Луганскую область, да, потому что они считают, скорее всего, что сербы в сербской краине, потому что, кроме этого, был такой... Ну, он и есть, Радко Личич, бывший премьер-министр в правительстве непризнанной республики сербской краины. Но она как бы вошла в состав Хорватии. Поэтому они считают, что сербы не должны, как бы, жить, наверное, в Хорватии. Если есть исторические земли, которые якобы находятся на территории другой страны, то они идут их защищать и туда, то есть восстановить там сербские территории. Потому что на многих кадрах и выступлениях сербских боевиков на территории Донецка и Луганска звучат именно призывы борьбы за Новосербию. А сколько боевиков сербских там всего находится? Вы знаете, такая цифра известна. Значит, почетникам, почетникам, они прибыли с Живковутичем из Крыма. Это было где-то 46 человек. То есть они принимали участие? Начиная с Крыма. В Крыму тоже была Сербия, да, по их мнению? Да. Они это приехали, самые первые приехали сербы, которые участвовали в крымской самообороне. Оттуда они переместились в Донбасс. Кстати, в Донбассе отряд назывался Йован Шевич. Йован Шевич, это он, который назван именно в честь командира сербского гусарского полка Йована Шевича, который в 1751 году принял российское гражданство и который создавал на территории Луганской Донецкой области. И вот эту сербскую краину. Вот. Поэтому вот они выбрали название этого отряда. Значит, к этому отряду присоединимость где-то в июле 2014 года порядка 250 человек-четников из Сербии. Какая мотивация у этих людей? Почему они едут воевать, рисковать жизнью? Ради чего? Получают ли они за это деньги или это идейные националисты, которыми движет нечто иное, а не наживо? Как бы сказать. Дело в том, что не только читники участвуют в боевых действиях на территории Украины. Были такое подразделение, как «Северный ветер». Сербы, которые участвовали в этом подразделении, они не входят в отряд Йована Шевича. Кроме этого, скажем, например, с 1 января Сербия является главенствующей организацией по организации ОБСЕ. Но уже 5 января была сформирована команда боевиков в Сербии, которые 5 января отправились через Москву воевать на территорию Донецкой и Луганской области. Было сформировано два полка гусарских, сербских гусар. Один, который воевал на территории Донецкой области, второй воевал на территории Луганской области. Кому они подчиняются? В Донецке, по крайней мере, они участвовали в боевых действиях вместе с оплотом. Представители «Северного ветра» воевали снайперами. Они были замечены в подразделении «Мотором». И вот эти вот сербские гусары уже 20 января участвовали в штурме аэропорта. То есть, с одной стороны, ОБСЕ присутствовало, мониторено, как бы, эти все вопросы, нарушения и так далее. В это же время сербский «Понг» шел в наступление на аэропорт. Поэтому тут я бы не сказал, что большинство сербов, которые приезжают сюда и других наемников, ну, в частности, сербов как максимально такого явления на территории Украины, что они идейные. Потому что сами по себе тщетников можно встретить в Африке, в Сирии, в Ираке. Фактически, мы можем сказать, что... В чем эта идея? В чем их идея? Деньги. Это наемники, тщетники, которые остались. Они именно являются такой воинствующей группой и зарабатывают наемничеством. Сейчас, в принципе, боль активно с ними начала работать и Франция. Это было сформировано такое движение, ультранационалистическое движение континентальной единства, которое в последнее время и представляло, и направляло большое количество наемников на территорию Украины. Скажите, ну а наша страна каким-то образом взаимодействует с Сербией, с сербскими правоохранителями по этому поводу? То есть пытаемся ли мы, может быть, направить какие-то списки, если мы идентифицировали часть этих людей? И несут ли они какую-то ответственность у себя на родине за то, что они вот сейчас воюют на территории Украины? По Сербии, насколько я знаю, таких со стороны правительства движений не было. Мы неоднократно обращались и обращаемся через посла Сербии к правительству по этим вопросам, передаем информацию. Сербские четники и сербские граждане, в принципе, не боятся наказания, хотя в сентябре парламентом Сербии был принят закон, по которому граждане, которые участвуют в несанкционированных конфликтах за предемами Сербии, подлежат наказанию. По другим странам известные случаи Казахстан, Таджикистан, Белоруссия ввели наказание и были арестованы и осуждены граждане этих стран, которые принимали участие как боевики в вооруженном конфликте. Германия приняла закон, что выявление граждан, которые воевали на территории Донецка, не автоматически лишаются гражданства. Литовская группа правоохранителей работала с нашими правоохранителями на предмет выявления фактов участия их граждан в боевых действиях на территории Луганской Донецка. Был арестован в свое время так называемый Беня-Антимайдан, но после того, когда его выпустили в Прибалтике из мест содержания, то фонд опять появился на Донбассе. То есть вот таким образом пытаются влиять. В Испании были задержаны, это уже известный факт, были задержаны 6 испанцев, которые находились, но они были выпущены до суда. Но я надеюсь, мы будем следить за этими процессами, которые происходят с наемниками и постараемся не оставить без внимания эти все факты. А как вы думаете, они вообще собираются возвращаться в Сербию или они уже действительно собираются строить какую-то новую Сербию на этих захваченных территориях? По крайней мере, Бронислав Живкович вернулся. Он сейчас находится в Сербии. Он сейчас находится в Сербии. И мы думаем делать запрос на правительство Сербии через посольство на предмет привлечения к уголовной ответственности, согласно сербских законов, сербских считников, которые участвовали в боевых действиях. Как вы думаете, есть шансы добиться? Ну, я думаю, что мы внесли свою лепту давлением на правительство Сербии, что все-таки был принят закон, подан в парламент Сербии. Надеюсь, что мы сможем повлиять и на этот процесс. Константин, большое вам спасибо за то, что смогли быть у нас. Субтитры создавал DimaTorzok